Письмо незнакомки. — Как я рада, не могу сказать. Я так давно хотела встретиться с вами, увидеть вас, поговорить, рассказать, что я чувствую, когда читаю ваши книги. Да, я всегда читаю все, что вы пишете, и так люблю ваши книги. Встретиться с вами — это огромное счастье для меня. — Прелесть, — сказал Пастушков. — И я знаю, что вы замечательно интересный человек, и прошу вас, приходите ко мне, найдите для меня минутку. — Я знаю, как вы заняты, но каждый человек иногда может отдохнуть, правда? Приходите, пожалуйста. Я сейчас одна, мой муж уехал на дачу. Я живу совсем недалеко от центра, улица Сергиевская, дом 5. — Квартира 20, второй этаж, троллейбус А. Я сделаю так, что вам будет приятно и легко. Пастушков улыбнулся. Он вспомнил страницу Мопассана и почувствовал, как по комнате пролетел ветер приключений. — Прийти можно сегодня от семи до девяти. — Пастушков положил письмо на стол и взял плащ с вешалки. — Прелесть! — вслух сказал Пастушков. — Поеду. — Поеду, войду и скажу. — Здравствуйте! Я получил ваше письмо, дорогая. — Как ее зовут? — Забыл посмотреть. Пастушков опять взял письмо. — Прийти можно сегодня от семи до девяти. Должна вам сказать, что после девяти будет уже неудобно, потому что я и мои внуки ложимся спать в десять тридцать. — Приходите! Мы будем вас ждать. Ваша А и С. Пастушков медленно повесил плащ на вешалку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok